В маленькой столовой шипел самовар, а на столе стояли две бутылки пива, лежали две селедки, стоял вареный картофель, тарелка с ломтиками колбасы и все тут. На повторение евангельского чуда накормления толпы несколькими хлебами нечего было и рассчитывать. А потому хозяин выходил из положения, вывешивая объявление, на котором крупными буквами было написано свежая икра, фрукты, семга и внизу мелко в магазине Егорова. А сельди дунайские у вас имеются? Капчушки или пузанки? Это номер 150. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь мгновенно и берусь за перо. В конце 19-го и в начале 20-го века вот в этом доме, принадлежавшем мещанину, а впоследствии купцу второй гильдии Алексею Ильичу Егорову, располагался принадлежавший ему же магазин, пользовавшийся большой популярностью у самарцев. Магазин открылся еще в 80-е годы, но и в 90-е, и в 900-е, и позже желающих приобрести деликатесы у Егорова не становилось меньше. Вообще-то магазин Егорова был известен главным образом как магазин вин и минеральных вод. Именно сюда самарцы шли за удельными винами из-за владений Его Величества в Ливадии и Массандре. Здесь же продавались донские белые и красные вина торгового дома Соколов с сыном Петром. Ну и, конечно же, шампанские русские и заграничные по цене от 55 копеек до 6 рублей за бутылку. Однако, кроме вин и минеральных вод, здесь продавали и много разных других вкусностей. Огурчики в тыквах и фрукты крымские, масло топленое и сливочное, чай собственной развески, черный, ароматический. Все свежее в коробках и бомбонерках со специальными ярлыками и ключами для откупоривания. За заслуги перед городом и отечеством Егоров был награжден двумя золотыми медалями с надписями «За усердие», а также несколькими орденами, среди которых были Анна, Владимир и Станислав разных степеней. Он верой и правдой служил городу, в котором рассчитывал в один прекрасный день уйти в мир иной, оставив по себе добрую память. А помнить его было кому? Самарский купец Алексей Ильич Егоров был женат на дочери купца Углова. В семье было 11 детей. Вот только что случилось с Егоровым и с его близкими после 1918 года, за редкими исключениями неизвестно. Они просто исчезли с лица земли вместе с винами удельными и каштанами тирольскими. Дворянская Жаркий июльский день. По улице едет единственная коляска, которую везет засыпающий на ходу кобыла, управляемая таким же спящим извозчиком. Иногда извозчик просыпается и лениво говорит что-то вроде «Дай тебе волю, так ты меня и на тот свет увезешь». И в ту же минуту снова проваливается в сон. Впрочем, кобыла не обращает на него ни малейшего внимания и идет к себе по брусчатке, смотря свои кобыльи сны, провез и теплую конюшню. Вдруг навстречу этой сонной процессии несется перепуганная черно-белая рыжая кошка, преследуемая неведомо откуда взявшимся пуделем. Не обращая внимания на кобылу, извозчика и коляску, пудель вместе с преследуемой им жертвой, как вихрь, проносится мимо и скрываются в клубах пыли. Лошадь останавливается и лениво приоткрывает один глаз. Ее хозяин только схрапывает, снова говорит что-то про тот свет, и процессия неторопливо движется дальше. Прекрасно знали в городе и другой бокалейный магазин на Дворянской. Липовый уфимский мед в жестянках, швейцарский шоколад и шоколад со сливками, свежие конфекты. Ждем вас в доме Санина, улица Дворянская, телефон номер 118. Бокалейный магазин самарского купца второй гильдии Василия Яковлевича Санина располагался в гостинице «Бристоль» на той же стороне улицы, что и Егоровский. Известно, что Санин в течение нескольких лет был гласным Самарской городской думы и принимал самое активное участие в решении важнейших городских дел. Магазин розничной Бокалеи с продажей вин в доме Санина открылся в 90-е годы позапрошлого века и сразу же полюбился самарцам, спешившим сюда за сибирскими рябчиками и миногами нарвскими, за копченой корюшкой и разными другими деликатесами. Кажется, не было на свете ничего такого, что не мог бы предложить самым разборчивым гурманам Санин. Объявления о новых партиях продуктов, полученных в магазине Санина, публиковались едва ли не в каждом номере Самарской газеты. Грибы сухие владимирские и компот американский, гуси тамбовские и ветчина сызранская. И, пожалуйста, не забудьте, специально к сырной неделе получены копчушки и пузанки, а также свежее сливочное масло. Остается добавить, что следы Василия Яковлевича Санина и его близких после 1918 года также теряются. Ананасы в шампанском, говорите? Ну-ну, откушаем мы ваших ананасов. И снова дворянская. Гостиница «Бристоль». Магазин Санина. Воскресенье. Утро. Постояльцы гостиницы еще спят. Не спят только извозчики, выстроившиеся вдоль дороги и ожидающие того, кто пожелает прокатиться к Аннаевской даче или до Постникова. «Садитесь, барин. Почти задаром отвезу. Будете довольны». А пока барина нет, извозчики рассказывают друг другу про вчерашних клиентов и жалуются на их скупость. Дескать, я вчера часа три катал их по всему городу. Думал, ублажил, так уж ублажил. Из горки на горку с ветерком. А как смеялись! Как уж смеялись! Отошло дело до расчета, так куда и смех пропал. Отсчитали все до копеечки и пошел вон. Осмеялись-то как! А в этот момент из дверей гостиницы выходит еще не совсем проснувшийся постоялец, собравшийся, видимо, увидеть самарские красоты. Забыв друг о друге и о вчерашнем, извозчики на перегонки бросаются к нему со словами «Садитесь, барин. Почти задаром отвезу. Будьте довольны». А теперь свернем с дворянской на панскую и пойдем вслед за самарцами, которые привыкли покупать продукты в магазине Журавлева. Кстати, в этот самарский магазин, как и во многие другие в начале 20 века, можно было позвонить по телефону и узнать, есть ли у них интересующие вас продукты. Здравствуйте, барышня! Мне, пожалуйста, номер 150. 150? Магазин Журавлева? Скажите, а у вас окорока? Тамбовские или Сызранские? А они освидетельствованные? Да? Благодарю вас! Прекрасно! Окорока освидетельствованные. Печенье для чая «Рояль Империал». Весьма питательный бисквит «Тропон». Приходите! Все свежее и высочайшего качества. Свежее и высочайшего качества мармелад и пастилан. Итальянская пюрнель и груша. Французский синий изюм на ветках. От одного только перечисления всего того, что продавалось у Журавлева, становится сладко во рту даже сейчас. Через сто с лишним лет. После того, как все исчезло, как с белых яблонь дым. А еще, разумеется, синие алжирские финики и сингапурские ананасы. Сам же знаменитый магазин Журавлева находился на углу бывших Панской и Новособорной. Пройдет совсем немного времени, и Панская превратится в Ленинградскую, а Новособорная будет вначале кооперативной, а затем станет Молодогвардейской. А вот про магазин Журавлева забудут, так словно его никогда и не было на свете. А на Панской своя жизнь. Панов здесь, правда, давно уже не видали, но к делу это не относится. Зато посмотреть всегда есть на что. Вот идет Матрона в огромной шляпе с лентами и двумя корзинками в руках. Матрона довольна. Обращаясь к ней в магазине, ей сказали «Девушка, день удался, есть для чего жить на свете». А это? Кто это? Это семейство, которое, видимо, идет фотографироваться. Боже, какие несчастные лица у всех пятерых чад, еле успевающих за своими родителями. И их, разумеется, можно понять. В летний день им застегнули все до единой пуговицы, даже на воротниках. И кому только нужна эта фотография. И что не персонаж на Панской, то история. Поменяют свои названия и вот эти две улицы. Николаевская и Заводская. Первая из которых превратится в Чапаевскую. А вторая будет носить имя растерзанного. На ней председателя рефтрибунала Франциска Венска. А вместе с прежними названиями уйдет в небытие и память о магазине наследницы Жукова, находившемся вот в этом доме. Угол Заводской и Николаевской. Собственный дом. Винно-колониальный магазин наследницы Жукова. Наверное, и так говорили самарцы-изводчику, если хотели чуть-чуть сэкономить и не переплачивать за то, что магазин находится на центральной улице. Но, скорее всего, извозчик и сам прекрасно знал, куда ему надо ехать. И достаточно было сказать просто – к Жуковой. Крымские, донские и астраханские вина. Минеральные воды свежего разлива и сыры различных сортов. Карамель, балык и тульские пряники. Звоните прямо сейчас и заказывайте по телефону 325. Мы сегодня не можем сказать с уверенностью, пряники из какого магазина ели в семье Ульяновых, квартировавшей в Самаре в конце 80-х и начале 90-х годов позапрошлого века. Но что-то, видимо, их в этих пряниках не устраивало. Может быть, подвели балык или икра. Как бы то ни было, был уже недалек тот день, когда и об икре, и о балыках придется забыть надолго. Ешь, ананасы! Рябчиков жуй! День твой последний приходит, буржуй! С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова